Мы видели такие ранения. Метило в пак, сука. Понимаете, как в Чечне. Да, 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 да. Мы видели такое, да. Да, ну, оно очень, посмотрите, гражданское. Да. Кстати, гражданское там тоже накосили. Да, мы знаем. Зачем? Мы там были, и вот в 100 метрах от нас начали обучать снайпер. Потом суперавиация, да, и минометчики начали по квадратно уничтожать частный сектор. Зачем? Зачем? Ну, что же вы делаете? Там же мирные люди живут. Там же, возможно, дети, старики, женщины. Что вы делаете? А, я забыл. Они, наверное, спишут на то, что ошиблись координатами или еще что. Или ветер дул не такой, да? Да, или это все донецкое... Да, или это 100% как они нас называют, конечно, террористы-симонатисты-репаратисты. Да, наверное, так и хотят. Ну, народ-то видел. Туда вломлены многие миллионы, говорится, тут гривен, долларов, чего не посчитать. Да? Никто даже окурка не кинует, да. Понимаете? А тут прилетает авиация и начинает бомбить. Вы сказали о первого городского спецназа. То есть вы имели в виду контракт с Росинка восьмого полка специального назначения вооружения с Украиной. Это классные пацаны. Я очень сожалею о тех хлопцах, кто там остался. Я очень надеюсь, что их очень мало. Очень надеюсь. И вы сказали... Но надеюсь на то, что их там мало осталось. Раненых или убитых. Я надеюсь, что все надеюсь, что все они целы. Я в это не верю. Но я на это надеюсь. Потому что это настоящие пацаны. Многих из них я знал в лицах. С многими здоровался за руку. Если бы не вот эти ебаные политики, мы бы продолжали ходить на рыбалку вместе. Встречались бы под водой или еще где-нибудь. Это настоящие пацаны. Настоящие. Это профессионалы. Эта сраная страна им должна, как земля, толпозу.